Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в гостях у День ТВ историк, советник ректора МПГУ Евгений Юрьевич Спицын. Здравствуйте, Евгений Юрьевич! Добрый вечер! Евгений Юрьевич, я предлагаю нам с вами сегодня поговорить об одной исторической проблеме, которая, на мой взгляд, самым непосредственным образом связана с очень острыми сегодняшними вопросами. Я имею в виду проблему троцкизма. Тем более, есть очень хороший повод. У вас сейчас выходит книга, посвященная Хрущеву. А Хрущева, я думаю, не безосновательный, или, может быть, вы меня опровергнете, а называли всегда троцкистом, последователем Троцкого, скрытым троцкистом. И все негативные стороны во многом объясняли именно этой троцкистской сущностью Никита Сергеевича. Соответственно, и книга выходит, и вам карты в руки. Вы как специалист проявления троцкизма через десятилетия после того, как Троцкого уже не стало. Так вот, возникает вопрос, что это такое? Это действительно идеологическое течение? Идеологическое течение, которое существует до сего дня и представляет определенную угрозу для нашего общества? Или это был результат чисто борьбы за власть Сталина с Троцким? И для того, чтобы опорочить своего оппонента, вот Сталин ввел такое понятие, как троцкизм. И, соответственно, вешал этот ярлык на всех своих врагов. Троцкист. Или все же то, что Сталин постоянно боролся с троцкизмом и объявлял его смертельным врагом, соответствует действительности. И троцкизм того времени был альтернативной программой развития Советского Союза, которая могла привести его к гибели. Вот, как бы, тема. Да, вы столько накидали вопросов, причем вопросов острых и проблемных. Но начнем с того, что называть Хрущева троцкистом в чистом виде я бы не стал. Дело в том, что сам Никита Сергеевич был чудовищно необразованным человеком. Ему, конечно, нельзя не отказать в уме. Он человек был далеко не глупый. Но он был чудовищно необразован. И вообще-то он во всех этих тонкостях, марксизм и ленинизм, сталинизм, троцкизм и так далее, уж точно не разбирался. Может быть, какие-то методы работы... Можно быть, стихийным троцкизмом. Стихийным. Я об этом и говорю. Может быть, какие-то методы работы и интуитивные посылы или какие-то теоретические установки разделять и затем притворять в жизнь. Это да, это действительно было. Теперь то, что касается самого термина троцкизм. Ну, надо иметь в виду, что, конечно, родоначальником этого термина был отнюдь не Осип Иссаревич Сталин. Да, это еще задолго, даже до 1917 года. Ну, конечно, да. Потому что троцкизм, можно этот термин встретить и в работах того же Владимира Ильича Ленина. Надо просто... Милюков, по-моему, употреблял этот термин. Ну, конечно, да. Просто надо иметь в виду исходную суть самого троцкизма. Я просто напомню уважаемым телезрителям, что Троцкий ведь был одной из ключевых фигур второго съезда партии, когда произошло первое размежевание между так называемыми ленинцами и между так называемыми плехановцами. И, значит, вот в рамках этой внутрипартийной борьбы Троцкий занял позицию противников Ленина. Позднее Ленин скажет о том, что большевизм как течение политической мысли и как политическая партия существует с 1903 года, то есть именно со второго съезда РСДРП. Но дело в том, что вот эта вот ленинская констатация или определение, оно было написано значительно позже, уже когда большевики были у власти. И это была так называемая постправда. В 1903 году и даже позже, в 1905-1906 годах, вот такого видимого разделения партий не существовало. Реальное разделение партий на большевиков и меньшевиков произойдет только в 1912 году. Причем Ленин сознательно пойдет на раскол партии, потому что он прекрасно понимал, что с меньшевистским охвостьем создавать полноценную революционную партию рабочего класса невозможно. Партия постоянно будет вот в состоянии этого брожения умов, дискуссий совершенно никчемных и ненужных и так далее, и так далее. И поэтому, когда в кратком курсе истории ВКПБ Сталин, а он редактировал этот краткий курс и даже написал несколько главцам лично для этого курса, сказал о том, что большевистская партия существует с 1912 года, он опирался именно на ленинские оценки. У нас уже потом, во времена Хрущева, а особенно во времена Горбачева, извратят это все, представят дело таким образом, что Сталин врал, что ему хотелось представить дело таким образом, поскольку именно в 1912 году он был кооптирован в состав ЦК и так далее, и так далее. На самом деле Сталин здесь целиком и полностью опирался именно на ленинские оценки. И у нас ведь долгие годы Ленина представляли таким, ну как бы общепризнанным вождем партии, непререкаемым авторитетом, но я вам хочу сказать, что это было далеко не так. Ему приходилось вести очень острую полемику и политическую борьбу со своими оппонентами внутри пока еще единой РСДРП. И когда он понял, что вести вот эту борьбу и пытаться убедить своих идейных оппонентов и противников ему не удастся, тогда было окончательно уже решено идти на раскол партии, на сознательный раскол партии. Я думаю, что вот история подтвердила ленинскую правоту. Потом ему, кстати, уже в 17-18 годах особенно, да и в 19-м, но в 17-18 придется вести не менее острую полемику с тем же Каменевым, даже с тем же Сталином, с теми же левыми коммунистами в период заключения Брестского мира, ну и так далее, и так далее. Даже по вопросам НЭПа, ведь многие лидеры партии и государства, в общем-то, не сразу приняли ленинскую точку зрения. Потом вспоминайте, например, острую полемику по вопросам национального строительства и создания Союза СССР и так далее, и так далее. Евгений Юрьевич, когда начал кристаллизовываться уже троцкизм? Теперь то, что касается троцкизма. Значит, смотрите, в своей гносеологии троцкизм имеет, конечно, меньшевизм. А что такое меньшевизм? Это социал-демократия мелкобуржуазного типа, понимаете? Ведь не случайно у нас называли европейскую социал-демократию охвостем, буржуазия, понимаете? Даже потом ей будет приклеен ярлык фигового леска социал-фашизма, условно говоря. Но это, в общем-то, верная была характеристика. И Ленин характеризовал, вот вы возьмите, например, несколько его работ, которые были связаны с оценкой политической ситуации дореволюционной России. Ведь существовало несколько представлений, что собой представляют, я прошу прощения за повторение, политические партии того периода. Если вы возьмете, например, знаменитое выступление Милюкова в Государственной Думе, то он говорил, что партии возникают на основе или на базе общности идей. И у него была своя классификация партии. Тот же Юлий Борисович Мартов, один из идеологов и лидеров меньшевизма, он тоже предлагал свою классификацию политических партий. И Ленин написал несколько статей, где четко указал на то, что в основе возникновения и функционирования партии лежат исключительно классовые интересы. И отсюда он делил все политические партии на помещище монархические, ну, черносотенные партии, на буржуазные партии, не делая особой разницы между, например, октябристами и кадетами, хотя одни выражали интересы крупной промышленной, финансовой буржуазии, другие настроения либеральной интеллигенции, там, профессуры. Но, тем не менее, с классовой точки зрения и кадеты, и октябристы, и прогрессисты, это были в чистом виде буржуазные партии. Дальше мелкобуржуазные партии, куда он относил и эсеров, и меньшевиков, я вот это хочу особо подчеркнуть, да, и пролетарские партии, каковым он считал прежде всего, конечно, РСДРПБ, то есть Российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков. Но вот Российская социал-демократическая рабочая партия большевиков, так сказать, своим годом рождения, ну, в прямом смысле, имеет именно 1912 год, когда произошло вот это окончательное размежевание, понимаете? И вот гносиологически троцкизм имеет в себе прежде всего вот эту мелкобуржуазность. Потом уже в годы вот Первой мировой войны, или, правильнее говорить, конечно, империалистической войны, когда произойдет размежевание, коренное размежевание всех левых партий по отношению к войне, и Ленин напишет свою знаменитую статью «Крах второго интернационала», когда пригвоздит к позорному столбу большинство европейских социал-демократических партий за поддержку своих правительств в этой мировой войне, и у нас то же самое произойдет, что значительная часть левых политических сил, они поддерживают правительство в этой войне, не понимая сути самой войны, понимаете? У нас до сих пор сейчас вот носится опять с такими ура-патриотическими лозунгами и так далее. А ведь вопрос возникает, а что это за война? Ради чего она была? Ради защиты своего отечества? Да нет, конечно. Она выражала интересы исключительно крупной финансово-промышленной олигархии и буржезии. Это был в прямом смысле война за новый колониальный передел мира. Понятно, что причинами этой войны стали прежде всего противоречия между двумя основными империалистическими хищниками, то есть, в Великобритании и Германии. Туда же потом добавились противоречия между Францией и Германией, между Россией и Австро-Венгрией, ну и так далее. Там клубок. Ну, конечно, клубок этих противоречий, понимаете? Никаких интересов для простого обывателя, условно говоря, для простого русского крестьянина, рабочего, даже у мелкого буржуа. Эта война ведь не несла, понимаете? И вот эти все ура-патриотические лозунги, они были только некой такой видимой завесой для вот этой империалистической бойни. Но гибли-то в этой войне, извините, не Милюкова и компания, а крестьяне, рабочие, мелкие лавочники и так далее, и так далее. Та же интеллигенция, которая на первых порах с пеной у рта кричала про патриотизм. И вот в этой ситуации ведь меньшевики и значительная часть европейской социал-демократии, значит, показали свое истинное лицо. Что они встали на сторону тех правительств, которые втянули миллионы и миллионы людей в эту братоубийственную, в прямом смысле, войну. За защиту своих узкокорыстных классовых интересов, а никаких общенациональных и государственных интересов. И вот в результате этого раскола появляется в российской социал-демократическом движении группа так называемых межрайонцев. Туда входил Луначарский, насколько я помню, кто-то еще из видных большевиков, по-моему, Калантай даже была. Вот я сейчас могу ошибаться, но... А, Урицкий, Урицкий, кстати, Соломон Урицкий, который будет потом первым председателем Петроградской ВЧК, будет застрелено в 2018 году за день до покушения или даже в этот же день покушения на Владимира Ильича Ленина. И вот эту группу межрайонцев возглавил не кто иной, как Троцкий. Значит, когда прошла Петроградская городская конференция, 7-я Петроградская городская конференция в апреле 2017 года, вот эта группа межрайонцев подает заявление на вступление в партию большевиков. Она, эта заявка была удовлетворена в августе, в июле-августе 2017 года, когда подпольно проходил 6-й съезд большевиков, и вот эта группа межрайонцев, количестве примерно 4 тысяч человек, она была принята в ряды большевистской партии. Понятно, что Лев Борисович Троцкий, прошу прощения, Лев Давыдович Троцкий, как лидер вот этой группы межрайонцев, тогда же был избран в состав ЦК и вошел в руководящие органы партии. Я напомню, что политбюро ЦК, значит, первое политбюро ЦК, оно будет создано именно в 2017 году, как политическое бюро для подготовки Октябрьского переворота. И Троцкий тоже войдет в состав вот этого политбюро. Потом оно будет, правда, носить временный характер, и уже в марте 2019 года на 8-м съезде РКПБ будет уже создан постоянно действующее политическое бюро, и Троцкий, наряду с Лениным, Сталином, Зиновьевым и Кристинским, вот эти 5 человек, первые, станут полноправными членами политбюро. Плюс там, значит, Каменев будет кандидатом, по-моему, Бухарин и кто-то еще. Вот, и тогда уже начнется вот это вот противостояние внутри руководства партии. Но, кстати, мало кто знает, что после знаменитого кризиса, первого правительственного кризиса ноября 2017 года, когда в отставку подал Каменев с поста председателя ЦИК, когда отставкой грозил Зиновьев, когда из Совета народных комиссаров самого первого состава вышел тот же Виктор Павлович Нагин, Владимир Павлович Милютин и так далее, и этот кризис будет преодолен через создание первого коалиционного советского правительства с левыми эсерами, для руководства всеми политическими, так сказать, делами будет создано узкое руководство в составе всего четырех человек. И членами этого руководства станут Ленин, Сталин, Троцкий, Свердлов. Вот это четверка, управляющая четверка, понимаете? Евгений Юрьевич, вы сейчас рассказали о том, как Троцкий стал одним из руководителей партии, а, соответственно, после победы партии Октябрьской революции, одним из руководителей государства. Мы сейчас, давайте, не будем касаться его деятельности во время гражданской войны и как он создавал Красную Армию и так далее, и так далее. Хотя об этом, конечно, много можно поговорить и очень интересно. А вот все же, когда оформилось особое течение троцкизм как стратегическая линия развития государства, вот все же, где больше правды? В том, что было просто столкновение за власть Сталина и Троцкого и, соответственно, каждый на своего противника навешивал идеологический рыв. Сталинизм, троцкизм. Или за ними стояли две разные, два разных совершенно разных взгляда на то, как развиваться в нашей стране. И Сталин имел все основания считать, что линия Троцкого губительна для страны и для партии. И, соответственно, кстати, тут приходит вопрос от моего тезки Игоря, который спрашивает, в чем была причина высылки, а потом ликвидации Троцкого. Вот это все ведь взаимосвязано. Ну, естественно, да. Вы знаете, я согласен вот со вторым постулатом. Дело в том, что когда у нас часто представляют борьбу за власть просто борьбой, так сказать, нанайских мальчиков там, да, это все, конечно... Ну, да, сцепились за кусок два. Ну, да, да, да. Что вот за кормушку там, значит, или за понюшку там, табака, ну, неважно. Это все очень примитивные представления. Все годы борьбы, вот, внутрипартийной борьбы внутри сталинского руководства шла борьба именно за курс страны. Вот это надо четко себе уяснить. Это была не борьба за кормушку, как это происходит, например, сейчас там, условно говоря, да, между условной оппозицией там и властимущими, или как это происходит, например, в тех же Соединенных Штатах Америки. За передел финансовых потоков. Ну, конечно, да, да. А это была борьба именно за курс страны. Теперь то, что касается противоречий между, вот, условно говоря, троцкистами и сталинистами. Ну, начнем с того, что борьба, внутрипартийная борьба за курс страны, она уже началась при жизни Ленина. И вот существует ложная такая парадигма, навязанная, кстати, в годы Горбачевской перестройки многими троцкистами. Тем же, например, Роговиным, Вадимом Роговиным, да и другими певцами Яковлевского призыва. Тот же Наумов, например, ну, и так далее, и так далее. Они утверждали, что, вот, дескать, во время Гражданской войны и особенно в послевоенный период позиции Ленина и Троцкого все время сближались. И они чуть ли не как сиамские политические близнецы находили все больше и больше точек соприкосновения. Это абсолютнейшая ложь, которая не подтверждается фактическим материалом. Напротив, шло сближение позиций Ленина и Сталина. И Ленин в конце своей жизни, он прекрасно понимал роль и значение Сталина как одного из партийных вождей. Вот та характеристика, которая была дана ему в знаменитом письме к съезду, да, ведь она носила исключительно личный характер, а не политический характер. Там о характере говорится именно. Да, это никак не могут понять, понимаете. Если он давал, например, тому же Бухарину или Каменеву и Зиновьеву именно политическую характеристику, отрицательную политическую характеристику, то по поводу Сталина никаких отрицательных характеристик как политика не было. Личность, извините, это одно, а политические взгляды – это совсем другое. И при этом я хотел бы сказать, что у многих историков, у того же Валентина Сахарова, у того же Юрия Жукова, ну и многих других, возникли вполне законные сомнения в том, что это письмо к съезду вообще принадлежит Владимиру Ильичу Ленину. Понимаете? Совершенно верно. Есть масса публикаций, где доказывается, что этого не могло быть. Ну, у Валентина Сахарова вообще вышла вот такая фундаментальная монография, он её, по-моему, защитил то ли в качестве кандидатской, то ли в качестве докторской, где он детально разбирает всю предысторию создания так называемого Ленинского завещания. То есть, всего вот этого комплекса статей, работ и, значит, письма к съезду в нескольких редакциях. Там же якобы была читка в течение чуть ли не… Ну да, что это была одна из крупнейших фальшивок в нашей истории, подделок истории. Да, да, да. Там речь идёт и о таких статьях, как «Меньше да лучше», там «Как нам реорганизировать рабкрин» и так далее, и так далее. Это, кстати, было напрямую связано, безусловно, с политической борьбой. Но факты говорят о том, что Ленин в конце своей жизни, наоборот, Троцкого отодвигал от себя. Хотя Троцкий в широком представлении, в массовом представлении, не только в партии, но и среди народа, был некая ровня Ленину. То есть, второй вождь революции и так далее, и так далее. И он себя так позиционировал, понимаете? Но по факту это было не так. Но достаточно вам привести хорошо известный постулат, что Сталин стал в апреле 1922 года генеральным секретарём ЦК, прежде всего, потому что его кандидатуру предложил сам Ленин. Они кто-либо. Нам потом рассказывали сказки, тот же, по-моему, Васецкий и Зеленин, значит, о том, что, дескать, избрание Сталина генсеком – это была заслуга, прежде всего, Каменева и Зиновьева, которые хотели ставить шпильку Троцкому. По поводу ставить шпильку Троцкому – совершенно верно. Но только это была, прежде всего, заслуга самого Ленина. Причём это решение было принято не только на пленуме ЦК, но и на 11-м партийном съезде. То есть, на 11-м партийном съезде этот вопрос уже обсуждался. Ленин тогда ещё был в здравии, и он активно отстаивал эту позицию. Почему? А потому что он прекрасно понимал, что вот в тех условиях, развернувшейся внутри партийной борьбы, а ведь в профсоюзной дискуссии, которая случилась годом раньше, и когда была принята по итогам этой профсоюзной дискуссии знаменитая резолюция об единстве партии, там, кстати, две резолюции на самом деле было принято, но сейчас не время об этом говорить. Она же воочию показала, что разворачивается борьба именно за курс страны. И Ленину важно было поставить на ключевую партийную должность генерального секретаря своего сторонника, то есть человека, который будет развивать ленинские взгляды. Представление о том, что Ленин был некий космополит и горячий сторонник мировой пролетарской революции, и что для него Россия была некой вязанкой хвороста и так далее – это ложное представление. Это непонимание того, что говорил Ленин и о чём писал Ленин. Для него, наоборот, проблема строительства социализма внутри страны, она носила первостатейный характер. Не случайно в той же работе кооперации он, так сказать, выразил квинтэссенцию своих долгих размышлений по поводу того, а как же втянуть многомиллионные крестьянские массы в строительство социализма, чтобы вот эту двуликую сущность крестьянина, то есть, труженика и собственника соединить в одном флаконе, как говорят, да? Поэтому он и писал, что для нас простой рост кооперации тождественен росту социализма, что вот он нашёл этот механизм. Кстати, Зиновьев потом в 1925 году будет выходить в сборник за ленинизм, и там все лидеры партии, они напишут, так сказать, свои статьи, где оценят или оценят вклад Ленина в развитие марксистской теории. И Зиновьев будет абсолютно прав, что вот это соединение марксизма и крестьянского вопроса и есть одна из важнейших заслуг Ленина. Почему? А потому что в классическом марксизме где должен был победить пролетарская революция? В исключительно пролетарской стране, где никакого крестьянства как класса нету, где он давно уже поупередирован, где уже давно значительная часть крестьян превратилась в сельских пролетариев, не обладающих никакой собственностью, уж тем более на землю и так далее, и так далее. А здесь революция произошла в стране, которая на 80% состояла из крестьян. Причём после окончания войны ведь стремительно пошёл процесс воссоздания крестьянской поземельной общины со всеми присущими институтами и так далее, и осереднячивания деревни. Понимаете? Вот мы спускаемся на уровень середняка сельского, у которого земля уже не помещичья, а своя, у которого там лошадка другая. Да, Столыпинские все нововведения практически были выброшены за борт своими крестьянами. Ну, конечно, понимаете? Государство им гарантировало тот же закон о социализации земли 19-го года, понимаете? Другое дело, что товарность этих крестьянских хозяйств, она была практически на нуле. Они производили всё то, что сами потребляли, а основное товарное зерно давали кулаки. Но, тем не менее, их это вполне устраивало, понимаете? И вот в этой ситуации... Кстати, когда состоялся второй конгресс Коммертерна, уже тогда Ленин писал свою знаменитую статью, значит, «Детская болезнь левизны в коммунизме». И он говорил о том, что лишь некоторые черты Октябрьского переворота имеют международное значение, «Не надо подстёгивать процесс пролетарской мировой революции». И он там в полемике с Бухарином говорил о том, что поскольку до новой революционной, так сказать, волны в мировом масштабе ещё очень далеко, то мы стоим за создание сильного пролетарского государства, что надо уметь пережидать, что надо уметь отступать. НЭП, кстати, была такая форма отступления и так далее, и так далее. А раз так, значит, нам надо заняться строистом социализма внутри страны. Евгений Юрьевич, всё же я опять вас чуть-чуть... А я вот об этом, я вот к троцкизму и говорю, понимаете? И вот этот ленинский посыл потом в 1924-1925 годах, уже после его смерти, теоретически обоснует и Сталин, и Бухарин. Но против этого категорически начнёт выступать Троцкий, потому что он был убеждён в обратном. Он говорил о том, что строить социализм в одной отдельно взятой стране – это безумие. Что нам надо действовать, значит, вот исходя из постулатов, классических постулатов марксизма, делать всё для того, чтобы разжигать пожар мировой пролетарской революции. Кстати, этому была посвящена его знаменитая работа, которая стала одной из основ полемики, внутрипартийной полемики, которая стоила ему поста, председателя РВС и наркома Вейнмора. Уроки октября. Потому что я напомню, что в 1923 году была совершена попытка, очередная неудачная попытка революционного реванша в Германии. А Германия тогда рассматривалась как один из толпов революционного рабочего, пролетарского, коммунистического движения. Ну да, даже говорили, что если там удастся революция, то столица нового социалистического государства будет, конечно же, в Берлине, а не в отсталой Москве и так далее. Ну да, да, да. Ну, Яновьев тот же, он лелеял мечту, говорил о том, что если нам соединить, значит, аграрную мощь России, промышленную мощь и технологическую мощь Германии, мы вообще будем непобедимы. Понимаешь, вот такое существовало представление. И провал вот этой революции, вот этой новой революционной волны, который за собой потянул и провал вообще вот всего революционного процесса, а затем и подъем вот этих реваншистских настроений во всей Европе, вот, в том числе и разрыв дипотношений с Британией в 1927 году. Ну, мы это вперед забегаем. Он же там, Троцкий, значит, не случайно назвал эту книжку «Уроки октября». Он там проводил прямые параллели между октябрем 17-го и октябрем 23-го. И говорил о том, почему в Германии не удалась революция, в отличие от России. А потому что там в руководстве засели штрейхбрехеры. Это он в этот камень чей огород-то кидал? Прежде всего, Каменево и Зиновьево. И поэтому, отвечая на ваш первый вопрос, так вот затянутый, но тем не менее, первоначально ведь борьба была не между Троцким и Сталином. Сталин здесь был на престижных. Первоначально борьба шла между Троцким и Каменевым и Зиновьевым. Прежде всего, даже Зиновьевым скорее, потому что Зиновьев себя мнил сменщиком Ленина. Он же был еще и главой Коминтерна. А тогда Коминтерн рассматривался главнее, чем сама партия большевиков. То есть, Коминтерн – это исполком Коминтерна. Земшарное все было. Да, это земшарное. Понимаете, это отвечало вот как раз таким классическим установкам большевиков на мировую пролетарскую революцию. И Зиновьев был человеком крайне амбициозным. По амбициям своим он ничуть не уступал Троцкому. И он понимал, что в случае, так сказать, каких-то неверных шагов или неверных решений Троцкий его переиграет. Поэтому он и сплотил вокруг своей фигуры других членов Политбюро, значит, прежде всего Каменева и Сталина, для того, чтобы не нейтрализовать Троцкого. Не случайно и тогда, и в историографии, значит, утвердился такой термин, как «триумвират». И действительно, этот «триумвират» с единым фронтом, с единым, так сказать, кулаком боролся именно с Троцким. Но это была борьба за власть всё же, видимо. И это была борьба и за курс. А чем разница курса Зиновьев-Троцкий была? Была, конечно. Дело в том, что, значит, для Троцкого был важен сам процесс революции как таковой. Знаете как, движение всё, цель ничто. Цель ничто, да. Понимаете, вот он исповедовал вот эту вот идею перманентной революции. Кстати, не он был. Вот здесь существует ошибочное представление, что он был родоначальником самой этой теории перманентной революции. Ничего подобного. Её исповедовали. Он был её последователем. Он был последователем, да. Значит, одним из родоначальников, кстати, идеи был тот же Парвус. Ну и целый ряд там. Ганецкий, кстати, тоже исповедовал вот эти идеи. Другое дело, что они трансформировались там во времени, в пространстве, но тем не менее. Там борьба начнётся между Сталином и Троцким. Кстати, я прошу прощения, я вот, может быть, немножко так забегу вперёд. Дело в том, что когда возникнет новая оппозиция уже в 1925 году, как противовес Сталинско-Бухаринскому Думбирату, а новая оппозиция – это Каменев, Зиновьев, Сокольников и Крупская. Это апрель 1925 года. Это когда был пленом ЦК, и Бухарин во всеуслышание громогласно заявил, значит, обогащайтесь. Вот наша главная задача и цель российскому крестьянству. Обогащайтесь. Потом это всё в более таком масштабном объёме было подтверждено уже в докладе председателя Совнаркома СССР Алексея Ивановича Рыкова. Вот это вот обогащайтесь, вот эта вот ориентация на кулачество, на крестьянство и так далее, оно настолько возмутило Каменевую компанию, там, или Зиновьевую компанию, что это и стало прелюдией к возникновению новой оппозиции. То есть была троцкийская оппозиция, а это уже новая оппозиция, или, как её потом назовут, Зиновьевская оппозиция. И когда в борьбе со Сталином вот эта вот новая оппозиция или Зиновьевская оппозиция начнёт терпеть поражение, они побегут к Троцкому. А Троцкий будет, как тот самый китайский тигр, значит, над схваткой. Он будет наблюдать, кто кого. И ждать, когда проплывут тела. Ну, конечно. И потом он очень долго, он сам, кстати, там целый ряд его работ есть. Он сам долго всё-таки выбирал, с кем, с кем. И он пошёл всё-таки на союз с Каменевым и Зиновьевым. Потом в 1926 году возникнет вот эта знаменитая объединённая троцкийско-зиновьевская оппозиция, ну и так далее, и так далее. В чём там вот уже пошла полемика, связанная в 1923 году с экономикой? Вот здесь важно очень подчеркнуть, в чём была принципиальная разница. Троцкий выступал с позицией, во-первых, ужесточения административных мер в управлении экономикой, в рамках НЭПовской экономики. Почему он говорил о придании законодательных функций Госплана, ну и так далее, и так далее. То есть, чтобы Госплан стал вот тем руководящим центром, указания которого были бы обязательны для исполнения всеми, невзирая на формы собственности. Вот тот старый жупел демократов 90-х, 80-х годов, командно-административная система. Да, 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 да. И второе, он говорил о том, что нам надо в условиях НЭПовской экономики сделать упор на развитие, значит, тяжёлой индустрии. То есть, мощными шагами развивать именно эту отрасль, а все остальные сферы производства, социальной сферы и так далее оставить как бы вот без особого внимания. А потом Сталина будут в этом обвинять. И вот здесь вот кроется принципиальное либо непонимание, либо ошибка, либо сознательное искажение, чтобы показать, что, дескать, Сталин стал идейным или духовным наследником Троцкого и так далее. Ну да, есть такие выражения, что победив Троцкого, он стал реализовывать его платы. Его программы, ничего подобного. Значит, в чём тут вот кроется фундаментальная методологическая ошибка? Дело в том, что Ленин, когда вводил НЭП, а в этом его поддержали потом и Бухарин, и Сталин, значит, он с помощью НЭПа хотел решить главную, основную задачу. Первое – получить временную передышку, мирную передышку для того, чтобы перегруппироваться, осмотреться, ну и так далее. Второе, что он хотел, значит, получить некое замерение и попытаться установить ДИП-отношения. Понятно, да? А вместе с ДИП-отношениями и западной инвестицией для восстановления экономики отсюда, кстати, его… Концессии там это делали. Конечно, отсюда его идеи с концессиями. Другое дело, что очень быстро стало ясно, что эта идея с концессиями, она… Не срабатывает. Да, но это методом проб и ошибок. Почему Ленин и был диалектик? Не сработало, значит, пойдём другим путём. Дальше полноценное восстановление системы финансового обращения, отсюда его знаменитое выражение, что нам надо, значит, проводить денежную реформу и, значит, иметь твёрдый рубль, а не хлам в виде совзнака. Без твёрдого рубля НЭП летит к чёрту. Вот это ленинское выражение, да? Дело в том, что они… И Ленин, и Сталин, и Бухарин, надо отдать ему должное, они понимали, что в период восстановительного этапа, то есть, когда надо было восстанавливать экономику, можно было идти, что называется, на попятную, можно было восстанавливать, имея политическую власть и командные высоты в экономике, частную собственность, свободу товарооборота, свободу, значит, внешнеторговых операций, деньги как основной элемент товарооборота и так далее, и так далее. А вот когда восстановительный период закончился, то на рельсах НЭПа дальше провести модернизацию экономики страны было невозможно. Почему Сталин в 1931 году и сказал, что у нас нету тех 50-100 лет проводить медленными черепашьими шагами вот эту модернизацию на рельсах НЭПа, потому что если мы за 10 лет этот путь не пробежим, то нас просто сомнут, уничтожат. Да, это знаменитый его выражение. Конечно, вот в чём была принципиальная разница между пониманием и позицией Троцкого в середине, там, в 1923, в 1924, в 1925 годах по проблемам индустриализации и Сталина, потому что в середине 1920-х годов застояла задача не модернизации экономики, прежде всего промышленности, а элементарно восстановление экономики и создание... Чтобы она заработала. И создание просто социальной базы поддержки большевистской власти. Этой социальной базы не было. Большевики не хотели получать новую гражданскую войну. Им надо было сначала усмирить крестьянство, условно говоря, которое продолжало составлять основную массу населения страны. Пускай не 80 там процентов, но 75-70 процентов. Отсюда этот лозунг «обогащайтесь», отсюда это, значит, «свобода товара оборота», отсюда этот серебряный рубль, который каждый крестьянин лишний, так сказать, полтинник там или рублевик получал, и он себе в копилочку туда. А это же у психологии у крестьянина, это же куркуль, да, условно говоря. Вот у него есть какой-то запас прочности, жирок, здесь у него землица есть, своя корова, своя кобыла и так далее, и так далее. А вот когда стал вопрос уже ребром, особенно вот таким звонком ярким стало событие, вот связанное с резким обострением советско-британских отношений после прихода к власти правительства Болдуина, это 1927 год. Вспоминайте, что было в декабре 1927 года, да, и выступление того же Сталина, кстати, выступление Ворошилова. Он же прямо сказал, слушайте, а вы знаете, что советская экономика критически зависит от редкоземельных металлов, которые нам необходимы для производства танков, самолётов и так далее, и так далее. У нас своего алюминия, простите, не было, понимаете? У нас своих многих редкоземельных металлов, которые необходимы были для производства стали и, значит, высокоэтих, значит, качественных пород стали, из которых можно было делать оружие там, броня, да, 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 и так далее, и так далее. Это всё прекрасно понимали. Поэтому и вот тогда начинается осознание того, что надо переходить, как Сталин потом скажет, отбросить НЭП к чёрту, это была фигура речи, конечно, и переходить на рельсы полноценного и полномасштабного социалистического строительства. То, против чего выступал не только Троцкий, Каменев и Зиновьев тоже, понимаете? Зиновьев тоже был сторонником той самой перманентной революции, в другой несколько упаковки, понимаете? Но он тоже был противником строительства социализма, в прямом смысле этого слова, вот на территории, собственно говоря, Советского Союза. Евгений Юрьевич, а можно ли в таком случае сказать, или это будет упрощение, что и те, и другие, конечно, своим идеалом видели социалистическую революцию, всемирную и так далее, что весь мир станет социалистическим, но при этом, это как бы далёкий идеал, но при этом у одних цель была там, а Россия была только, страна была только средством, у других страна была целью осуществить вот свои идеалы здесь, а потом, соответственно, под это подтянется весь мир. То есть, вот здесь была разница или нет? Была, в том числе. Послушайте, вот даже если посмотреть, например, на позицию Сталина по созданию учебников, и вообще по тому, что в начале первой половины 30-х годов Сталин делает системой образования. Но он возвращает ту же историю, кстати. Он вообще всё возвращает, слушайте. У нас была отменена. Ну, конечно, но там даже дело не в истории, там дело в том, что он, условно говоря, придушил этих педологов, понимаете? А по сути дела социал-дарвинистов, которые в 20-е годы такое вытворяли со школы. И причём они активно пользовались поддержкой прежде всего Троцкого, Бухарина, и как это ни странно, Крупской. Понимаете? Ведь потом выйдет специальное постановление в 1936 году об извращениях, педологических там извращениях и т.д. и т.п., понимаете? И вот эти вот педологические извращения потом обретут второе рождение и второе дыхание уже вот в постперестроечной России, когда в первой половине середины 90-х годов будет запущен, значит, журнал «Педология», где господин Осмолов будет опять проповедовать все эти идеи социал-дарвинизма, на базе которых сейчас у нас успешно, с их точки зрения, проходит вот реформация всей системы образования, высшего и среднего там, и какого хотите, на протяжении... К сожалению, не только проповедовать, он стал замминистра и администр... Сейчас? Ну, тогда был. А, тогда да. И, соответственно, он просто-напросто палкой это вздевал. Ну, естественно. Если бы он только проповедовал. Ну, да дело даже обстояло хуже. Дело в том, что даже когда он потерял чисто административные посты, к тому времени, во-первых, он стал общепризнанным гуру, условно говоря, ему уже никакие административные посты были, в принципе, не нужны. Вот, это первое. А второе обстоятельство – уже везде, где надо, сидели все его выкормыши, так сказать, воспитанники, понимаете? А он был фигурой неприкасаемой. Что вы, что вы. Вот только каких-то последних там пять лет можно было вообще стало упоминать эту фамилию в каком-то критическом контексте и так далее. А раньше между собой шептались и говорили. Все знали прекрасно, кто стоит, так сказать, в голове разрушения системы образования. Тот же Болотов, Осмолов, там, Каспаржак и компания, да? Но все боялись, что-то, что-то, тихо. Все под страхом смертной казни. Фамилию Осмолова Нини ни в коем случае нельзя называть. Я помню. Далеко ходить не надо. Например, у Бориса Громова все 10 лет его губернаторства в Московской области министерство образования возглавляла супруга господина Осмолова. А потом она стала сенатором. Я не знаю, она сейчас остается членом Совета Федерации или нет. Но, по крайней мере, после отставки Громова и прихода новой команды губернаторов, она преспокойно пересела в сердце кресла сенатора. Понимаете? Они как были на плаву, так и остались на плаву. Но это мы... Мы сейчас привели пример, как вот те идеи, поддерживаемые Троцким в конце 20-х годов, сейчас у нас снова проявились. И как они проявились, как долбанули по нашей системе образования. А вот вернемся тогда, когда это все насаждалось. Можно ли, соответственно, сказать, что именно с линией Троцкого было связано течение полной денационализации страны, разрушение систем ценностей, вот как раз все это отмена истории, вот эта школа Покровского, которая, в общем-то, учебники Покровского, многие пункты там просто совпадают с тем, что у Сороса. Ну да, да. Соросовские учебники и то, что там, это прямо вот читаешь и думаешь, господи, неужели Сорос и туда успел забежать? Ну да, да. Это же все было. Было, да. Ну, вы знаете, я вам хочу сказать, что здесь не только один Троцкий прославился, здесь и Бухарин. И я бы даже здесь Бухарину отдал бы пальму первенства. Все-таки Троцкий вот в этой сфере идеологии уступал Бухарину. Но надо иметь в виду, что ведь, что такое Бухаринская группировка вот в 20-е годы? Это ведь практически весь идеологический аппарат партии и государства, я это подчеркиваю, не только партии, но и государство, находился в руках этого человека. Вот эти вот птенцы Бухаринского гнезда, они занимали все буквально ключевые должности. И главными редакторами там, сам он был, как известно, главный редактор «Правды», потом «Известий», дальше «Комсомольская правда», «Труд», «Учитель», ну и так далее. Это все журналы и газеты, они там, те же «Стецкий», значит, «Цейтлин», «Морецкий», ну и так далее, и так далее. Вот. Дальше все высшие учебные заведения, определяющие, там, «Институт Красной профессуры», «Коммунистическая академия», ну и так далее, и так далее. Там тоже находились исключительно выкормыши, ученики Бухарина и прочее. Он вообще занимал очень прочный, поэтому вообще вот возникает такое вот, ну как бы, удивление, почему Сталин и здесь сумел переиграть, и этого довольно, ну, я думаю, что Николай Иванович подвела в данном случае, знаете, как кто-то и тот же Ленин, по-моему, это зазнайство, понимаете, он немножко нюх потерял, он думал, что у него все схвачено. Бухарин никогда не любил черновой работы, он был фонд «Барон», понимаете. А у Сталина был все-таки партийный аппарат, и надо отдать должное. Сталин, он выстроил партийный аппарат очень тонко и очень умно, и расставил на ключевые посты в центральном партийном аппарате, именно в центральном партийном аппарате, таких фигур, как Молотов. Не надо забывать, что Вячеслав Михайлович Молотов был секретарем ЦК до декабря 30-го года. То есть весь период внутрипартийной борьбы, острой внутрипартийной борьбы, 20-е годы, он в прямом смысле был правой рукой Сталина в аппарате ЦК. Дальше ключевую позицию в аппарате ЦК занимал Лазарь Моисеевич Каганович и так далее. Кстати, Каганович стал как раз и одним из главных операторов Сталина по подбору и расстановке кадров, ведь именно он первым положил глаз на Хрущева. Понятно, что с подачи Сталина, ну и так далее, понимаете? Когда говорят о том, что Хрущев был троцкистом, когда вот он учился там в той же промышленной академии, я думаю, что это было, знаете, как... Троцкий ведь был очень популярен среди молодёжи, в том числе и среди партийной молодёжи. Почему? Во-первых, он был, конечно, как его называли, златоуст. Не случайно у него была кличка «Оракул революции», понимаете? Его заслушивались. Тогда же не было, всё-таки надо понимать, тогда телевидения не было, радио было, но далеко не... Да, понимаете, многие ходили, слушали, это же было целое шоу, понимаете? Когда выступал Троцкий, это было просто какое-то неистовство, это был полный восторг. Причём он ведь не лез за словом в карман и многие вещи называл своими именами. У молодёжи он вообще пользовался колоссальной, так сказать, популярностью и поддержкой. Ведь надо иметь в виду, что студенческая молодёжь, она всегда подвержена таким вот как бы антигосударственным, ну, как бы таким немножко бунтарским, анархическим, так сказать, воззрением. И когда Троцкий, значит, в 20-е годы, особенно с середины до второй половины, стал подвергаться гонениям, ну, в их представлении, со стороны партийной верхушки, то есть, властного аппарата и так далее... Бюрократия давит. Ну, конечно, он приобретал ореол мученику, он приобретал ореола борца, которого и так далее, и так далее. И многие оказались подвержены этому, в том числе и Никита Сергеевича, понимаете, интуитивно. Потому что образования у него вообще не хватало понять, в чём разница между, условно говоря, позицией Троцкого, там, Зиновьева, Ленина или Сталина. Хотя там были принципиальные, конечно, позиции. Но его приметила жена Иосифа Сергеевича Сталина, с которой он учился просто на одном курсе. И, по-моему, даже в одной группе. Я вот не утверждаю, по-моему, они даже... И она в разговоре с мужем как-то упомянула, а давайте он дал команду Кагановичу, сказал, ну-ка, там мне, значит, моя сказала, что у неё там паренька, ну-ка, приглядись там. А они же искали себе, понимаешь, надо же было, чтобы эти были говоруны там, которые могли зажечь, которые могли повезти, которые могли возглавить. Но вот он, Хрущёв. А Хрущёв понял, что ему выпадает счастливый билет остаться в Москве, а не возвращаться к себе там на Донбасс и так далее. И он воспользовался этим счастливым билетом на все сто, понимаешь? Вот. Евгений Юрьевич, так вот, опять-таки возвращаемся всё же к этой бре. Если это была борьба двух линий, одна с опорой на... строить социализм и те, и другие, но одна с опорой на ценности народа, на его историю, на развитие собственной страны, развитие производительной силы, другая, использовать этот народ как цередство. То, как вы объясняете, вот почему сначала Троцкого изгоняют, а затем его убирают прямо как раз с начала Второй мировой войны? Случайно ли это совпадение? Ведь сначала же с ним могли расправиться ведь и тогда. Сказать, что... Там много было очень... Там, понимаете, существует... Просто ещё и вопрос задаёт как раз Сергей, вот спрашивает. Убийство Троцкого было санкционировано лично Сталином или это более сложное явление в области взаимодействия внешней и внутренней политики? Слушайте, ну что значит лично Сталином? Вот Сталин пришёл и сказал, так, иди и убей Троцкого. Ну, конечно, это ерунда, понимаете? В политической борьбе, если такое происходит, то, значит, это было нужно. Зачем? Это была установка, ну, во-первых, не забывайте, что Троцкий вот уже после высылки СССР, он, во-первых, создал и возглавил Четвёртый интернациональный. Троцкий интернационал, который по всей своей природе, и он, естественно, был пикой как бы третьему коммунистическому интернационалу. К чему это, первое? Второе. Не забывайте, что Троцкий выпускал знаменитую бюллетень оппозиции, где поливал Сталина, сталинский социализм, направо и налево и так далее, и так далее. Представлял дело, что к власти пришла термидарианская реакция, ну, проводил соответствующие аналогии французской революции. Ну, конечно, но вы представьте, да, значит, первое в мире социалистическое государство, у нас соответствующие атрибутики, соответствующие диалоги, соответствующий андеграунд и так далее, и так далее. И мы будем терпеть вот подобный поклёб на первое в мире социалистическое государство. Затем не следует забывать, что, значит, Троцкий весь период своего нахождения писал пасквили на Сталина прежде всего, и это широко тиражировалось и в Латинской Америке, и в Европе, и даже в Азии, понимаете? То есть он политически был крайне опасен. Теперь то, что касается его высылки и почему его не грохнули. Вы знаете, существуют разные версии, в том числе и разного рода конспирологические версии, что это был договорняк между Сталином и Ротшильдами, что вообще Троцкий оказался в России в 1917 году совершенно не случайно, что вот он из Америки приехал вот с таким количеством бабла, что не последнюю роль в его, значит, возвращении в Россию и занятию, значит, серьезных позиций в партийном руководстве сыграл тот же Джекоб Шиб, который, значит, который в свое время спонсировал и русско-японскую войну, ну и все такое прочее, да, что и Вайбурге, один из которых являлся зятем Шиба. Я напомню, что в Вайбурге они имели прямое отношение к созданию федеральной резервной системы. Крупнейшие еврейские банкиры. Да, 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 что вот, да и у Троцкого там один из его родственников, близких там, пускай там, значит, не родной там, по прямой, ну там двоюродный или троюродный, значит, брат был крупным банкиром и так далее. Все это, конечно, так, но вот сводить это все вот исключительно вот к подобного рода вещам, я думаю, что, да и сам Троцкий бы, когда, если бы ему вот сказали, он бы признал бы это, но посмеялся. Он был фигурой, конечно, совершенно другого масштаба, понимаете? Его представление... Евгений Юрьевич, извините, я вас переведу здесь, но фигура другого масштаба, но это не значит, что нет зависимости от тех же Ротшильдов и так далее. Мы же помним дело Герцена. Он тоже фигура какого масштаба? Но когда ему перестали приходить денежки от его крепостных крестьян, что произошло? Ротшильд обратился к Николаю и сказал, что не получите никогда никаких займов, если сейчас ваш борец с режимом в Лондоне сидя не будет получать деньги со своих крепостных крестьян. И денежки пошли. Так что Герцена не постеснялся. Я думаю, что и Ротшильд... Нет, но я согласен. Да, но дело в том, что не надо... Вы знаете, я всегда выступаю против того, чтобы вот эта часть закулисных, так сказать, политических манипуляций и так далее, возводить в какой-то фетиш. Нет, но их нужно знать. Их нужно знать, безусловно. И про них оговаривают. Нет, но это безусловно. Понимаете, дело представлять таким образом, что многие процессы происходят сами по себе и не имеют никакой финансовой подписки, но мы люди не наивные, понимаете. Возьмите ту же Украину. Вот сейчас прекрати финансировать всех этих националистов, а подбросим, например, там, я не знаю, из исламского государства деньжат, они тут же перекрасятся фундаменталистов, исламистов, и забудут вообще про свой украинский национализм, раз и навсегда. Понимаете? Это же совершенно очевидно. Вообще сейчас идейных борцов с режимом, условно говоря, да, на Украине вообще, по-моему, не осталось. А тогда еще были, я имею в виду не бандеровцев нынешних, а я имею в виду, если мы говорим про Троцкого. Да, Троцкий был идейный, естественно. Но это не отменяет его связь с мировым финансовым капиталом. Ну, естественно, да, понимаете. Но с мировым финансовым капиталом был связан тот же Николай Иванович Бухарин. Понимаете? С мировым финансовым капиталом, извините, и Владимир Ильич Ленин тоже был связан. Но когда начинает рассказывать сказки по поводу того, что он был прямым агентом германского генерального штаба, значит, они ему там проспонсировали огромное количество денег для того, чтобы он уничтожил матушку Россию, ну, хватит этот бред уже постить. Уже давно доказано, что все эти фальшивки того же хаоса и так далее, и так далее, то, что вот нам чевчевать за это. Я вот в следующий раз, если встречусь с ней на программе, я обязательно задам вопрос. Если вот ее семья такие истинные патриоты нашей Родины и родители за счастье русского народа, с какого рожна тогда, значит, прямые родственники ее мужа одели форму СС и воевали на стороне Гитлера? Понимаете? Вот пускай она мне ответит. Они были настолько идиоты, что понимали, что Гитлер сейчас придет, сбросит сталинский режим, посадит на престол нового русского царька, вот, всю эту, так сказать, условно говоря, там, комарилью, и скажет, стройте русское национальное государство, возвращайте себе... Еще Босфор и Дарданелло. Да, возвращайте себе все земли, Кавказ там, Прибалтику эту, Польшу заберите, правильно, Святую Софию в Константинополе, вот, контролируйте... Ну, слушай, ну, это детские лепят на лужайке, что ли, понимаешь? И вот они сидят теперь властителями Дума, рассказывают нам, какие большевики плохие, понимаешь? Евгений Ильич, давайте все же к Троцкому. От того, что Троцкий был связан с капиталом этим, и что может быть, может быть, это есть информация, и едва ли она не соответствует действительности. Ротшильды сыграли свою роль и в его приходе сюда, и в том, что он ушел живым. Но вот почему настолько острый стал вопрос именно перед Второй мировой войной? Был ли шанс у враждебных Советскому Союзу сил использовать Троцкого в назревающей войне? Ну, в определенном смысле, конечно, был. Поэтому, слушайте, ну, вот 38-39-40-й год, я напомню, что 38-й год – это Мюнхенский договор. Потом не следует забывать, что, значит, начинается довольно серьезное укрепление левых фронтов во многих европейских державах, особенно по периферии противостояния и так далее. Вполне там могли использовать в том числе и Троцкого в противостоянии со Сталином. Я думаю, что, конечно, убийство Троцкого, оно стало для Сталина, ну, одной из важных политических задач – оставлять его, значит… Нет, 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 абсолютно. Ну, а что, слушайте, Сталин был выше всего этого, я вас умоляю. Просто он уже, что называется, сорвался с катушек. Он уже… То есть, опасность вот существования Троцкого как лидера вот этого, она была совершенно очевидна для Сталина, поэтому политически его надо было уничтожать. Скажите, а возможно ли… Там, кстати же, были попытки договориться с ним. Да, да, да. Что именно? Ну, были попытки, к нему же посылали, посылали семиссары и так далее, под видом, так сказать, активных деятелей. Ему предлагали довольно внушительные суммы, но он уже пошел в разнос. То есть, он уже перешел вот ту красную черту, значит, за которой уже вопрос решался, быть или не быть, понимаете. И Сталин это тоже понял. А вот был ли такой вариант и такая угроза? Ведь все в Москве не могли не понимать, что одно дело Вторая мировая война, как схватка того же Третьего рейха с той же Британской империей, с Соединенными Штатами и так далее, но что все они, эти империалистические хищники, в равной мере собираются уничтожить Советский Союз. Это, я думаю, в Москве никто не сомневался. Ну, естественно. И, соответственно, понимая, что, возможно, новая интервенция, а в 1940 году, кстати, мы помним, англичане с французами планировали такую интервенцию, мог ли быть такой план, и известно о нем в Москве могло ли быть, или чисто гипотетически, что Троцкого могли использовать в условиях интервенции для развязывания уже гражданской войны внутри страны, для столкновения группировок внутри, для ослабления в условиях войны. Вы знаете... Третьего же на это не годился. Нет, почему? Нет, нет, нет. Вы знаете, я вот... Это же все из каких-то документов, которые подтверждали, вот то, о чем мы говорили, безусловно, их нет. Но я не исключаю... Такие вещи редко бывают. Ну, конечно, документируются, да. Но я не исключаю, что Троцкого планировали использовать в том числе и в этом качестве. И Сталин этого понимал, поэтому он и вынужден был пойти на то, что он пошел. Понятно, что убийство Троцкого – это была вынужденная мера, но она была крайне необходима. Ведь вы поймите, в 1937 году, когда началась зачистка старого вот этого вот партапарата, условно говоря, ведь Сталин себе нажил огромное количество врагов. Прежде всего, среди вот этого старого партапарата. Они же не все были уничтожены, далеко не все. Кто-то уже сидел на пенсии и костерил усатого там, понимаете. Кто-то там сидел в лагерях, но оставался жив. Кто-то среди еще вот этой вот, так сказать, молодежи, которым там в 20-е годы было там по 20, а сейчас только по 30, они ждали прихода нового мессии и так далее, и так далее. А вот вся эта новая советская интеллигенция, описанная Булгаковым Масолити, например, которая сделала всю свою карьеру на поливание грязью всего, что есть в России только, они же тоже ждали, когда вернется это время. Конечно, конечно. Поэтому ведь для свержения сталинского режима использовались все доступные способы, возможности и так далее. И Сталин это прекрасно понимал. И Троцкий в этом смысле представлял реальную угрозу. Причем не только Советскому Союзу, а вообще мировому рабочему коммунистическому движению. Ведь это мы сейчас постфактум смотрим на то, что, значит, этот Хрущев своим докладом внес вот этот мощный раскол в рабочие коммунистические движения. Но мы это знаем. То есть, это вот постправда, условно говоря. А ведь тогда, в 30-е годы, особенно в 40-е годы, какова была мощь-то этого рабочего коммунистического движения? Коминтерн был могучей силой. Так я об этом и говорю. Коминтерн, можно сказать. Нет, но вспоминайте даже, когда была вот эта установка коминтерна в 35-м году дана на создание единых фронтов. Та же Франция. Вот вам, пожалуйста, классический пример. Если бы там дальше не пошло развитие событий так, как пошло, значит, вполне возможно, что вот эта тактика единого фронта, взятая на вооружение коминтерном, она принесла бы свои плоды. А сразу после войны... Да, даже не было коминтерна, а ведь если бы не американцы во Франции... И в Италии. И в Италии коммунисты побеждали демократическим способом, власть должна была быть тому коммунисту. Конечно. Почему, кстати, одним из условий плана Маршала стало изгнание коммунистов из национальных правительств? То есть, это была огромная сила. Ну, конечно, конечно. Мы просто сейчас себе даже представить не можем, насколько были популярны левые идеи, идеи социализма, насколько действительно Советский Союз был притягательной силой для всех народов мира, в буквальном смысле этого слова. И потом, не забывайте, ведь что собой представлял тогдашний мир? Три четвёртых мира – это, условно, колониальные владения. Вся Азия почти колониальное владение. Африка. Африка, Латинская Америка и так далее, и так далее, понимаете? И какие-то лемистровы даже в самой Европе, понимаете? Там, условно говоря, там в Южном подбрюшке какие-то, понимаете? И поэтому многие, и Сталин вот в этой ситуации, конечно, не мог себе позволить такую роскошь, что когда надо всё вот собирать в единый кулак и выступать единым фронтом и так далее, позволить, чтобы Троцкий действовал, условно говоря, как контрэго. Вот о чём речь шла. И, значит, что-то я ещё хотел сказать. Да, и потом я ещё раз говорю, вот опять, если мы гносеологически смотрим на Троцкого, Троцкий так до конца никогда и не стал большевиком. Он был марксистом? Да, он был марксистом. Но марксистом такого, знаете, берштянского свойства. То есть он воспринял многие постулаты марксизма в теории, но в практике он остался тем самым меньшевиком, то есть мелким буржуа, который исподвали, выражал интересы, по сути дела, того же класса буржуазии. Поэтому, когда нам говорят, вот Троцкий и большевики, не надо вот этого вот ставить равенства, знака равенства между Троцким и большевиками. Я вот для наших, условно говоря, пропагандистов, которые ведут там борьбу на Левом фронте и друг друга обвешивают ярлыками, чтобы они поняли вот эту главную, как бы, квинтэссенцию Троцкого как политика. Троцкий не был большевиком, он не был настоящим подлинным коммунистом. При том, что он знал марксизм, он был неплохим, так сказать, теоретиком и так далее, но он был теоретиком того марксизма вот в той берштянской ревизионистской упаковке, которая, увы и ах, потом победит в Левом движении. Потому что те же идеи еврокоммунизма, которые родятся вот на базе вот этого берштянства, они потом, по сути дела, вот так вот сомкнутся с идеями конвергенции, с идеями, так сказать, всечеловечности, всего того, что потом на вооружение возьмёт и Горбачёв, и все прочие, и в результате вот под всеми этими вывесками, да, произойдёт уничтожение и советского государства, и советского проекта, и самих вот этих вот действительно подлинно коммунистических советских идей. И вот о чём идёт речь. Поэтому вот всем, кто сейчас пытается, ну, как бы найти себе место вот в этом левом лагере, вот это вот понимание должно прийти. Будьте бдительны, как раньше говорили, потому что зачастую под внешней, так сказать, красивой обёрткой, приправленной марксистскими цитатами, ленинскими цитатами и так далее, и так далее, суть остаётся, значит, совсем иная. Вот это мелкобуржуазная суть. И Ленин всегда, кстати, на это указывал. Он всегда говорил, что надо опасаться именно этого, потому что лицо крупного капитала, ну, это мурло видно, оно очевидно, в общем-то там. А вот эти вот мимикрируют всё время под защиту интересов рабочего класса. Зачем нам политическая борьба? Не надо, не надо. Нам надо, чтобы у нас был рабочий день восьмичасовой, чтобы нам отпуск увеличили, то есть уводят в сторону трет-юнионизма, в сторону чисто экономических требований. Зачем нам политическая власть? Зачем нам бороться за политическую власть? Не надо. Нам надо за свой кошелёк бороться. Это троцкизм. Вот если не происходит понимания этого, ну тогда, извините, вам ещё, как говорится, учиться и учиться. Понимаете? Евгений Юрьевич, у нас осталось очень мало времени, точнее, завершается. Там может быть вопросы какие-то, нет? Так. О том мы заболтались? Не-не-не. Практически все вопросы я вам уже задавал. Да? А, вы все задавали. Я же по ходу, конечно. А, понятно. Да. Понятно. Вопросы мы без внимания не оставляем. Так вот, и последний вопрос. А вот скажите, пожалуйста, помните, всплыла фамилия Осмолова? Да-да. И получилась такая перекличка идеи троцкистов 20-х годов и идеи либеральных деятелей России 90-х годов. И вот как вы считаете, насколько правомерно говорить о том, что и те, и другие являются разновидностью глобалистов? Одни правые, либералы – это типичные правые глобалисты, обслуживающие открыто интересы крупного капитала, вот этого всемирного денежного мешка. И есть еще один левый глобализм, который выступает в роли троцкизма. Или это все же преувеличение? Вы знаете, это сложная такая вещь, вот когда, например, нам тоже, вот сейчас некоторые наши политологи и политики, там тот же Николай Стариков проводит вот эти параллели, я, например, не согласен с ним. То ли он это не понимает, то ли он понимает, но сознательно искажает. Я не хочу его ни в чем обвинять. Ставит на одну доску, условно говоря, глобалиста Клинтона и глобалиста Ленина. Дело в том, что мир, он неизбежно идет в объятие глобализма, но глобализм глобализму рознь, понимаете? С чем связана вот эта вот глобализация, да? Прежде всего, с новыми технологиями, с логистикой, с цифровизацией и так далее, и так далее. Но от этого никуда не денешься. Если раньше мне для того, чтобы узнать, что произнес Трамп, надо было ехать, лететь в Америку, там покупать местную газету или смотреть местное телевидение, сейчас я включаю Твиттер или что-то и читаю его бред сумасшедшего, так сказать, в личном исполнении. Ну, условно говоря. Вот в этом смысле и происходит процесс глобализации, понимаете? Раньше мне там до Парижа надо было полтора месяца с кучей пересадок на конной тяге, а сейчас я сел на самолет, и там через 4 часа я в Париже, условно говоря. То есть, вы с этой установкой не согласны? Нет, вот послушайте, а теперь дальше. А вот теперь дальше. Послушайте, когда речь... Ведь большевики, когда выступали с идеей мировой пролетарской революции, они тоже были глобалистами. Но глобалистами в каком понимании? В том, что мы уничтожаем или, вернее, как бы переживаем институт частной собственности и строим мировую республику советов для всех сирых угнетённых. Тех, кто был раньше ничем, а теперь стал син. Теперь у нас квинтэссенцией, так сказать, положения человека в обществе станет его личный труд, его вклад в общую копилку. А не то является он владельцем и так далее. И в этом смысле вот этот вот, условно говоря, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы новый мир построим и так далее. Он исходил из парадигмы того, что мы хотим осчастливить все народы. Вот понимание того, что мирилом положение человека в обществе должен стать его труд, его личные качества и так далее, и так далее. А не то, какой у него кусок пирога, чем он владеет, сколько он эксплуатирует, какую прибыль он получает. Поэтому в этом смысле, конечно, Ленин и другие в своих теоретических построениях были глобалистами. Но проводить прямую грань между глобалистом и капиталистом, которому нужен глобальный мир только для того, чтобы еще больше, сильнее эксплуатировать, грабить, воровать, наживаться и так далее. И вот этим глобализмом это нельзя. Это и является вот как раз та самая подмена понятий. Вроде бы, знаете, одно название, и все как бы... А на самом деле содержательная часть, она диаметрально противоположная. Понял вашу позицию. Ну и вот хотел бы зачитать не вопрос, а предложение от некого нашего читателя, который назвал себя Коломбо. Оригинальное название. Ну да, да. Да, само название. Здесь он говорит вам просто тучу комплиментов. Ну, он мне пишет, я знаю, да, да. А, тогда вы узнаете. Я, правда, не знаю, кто это. Он шепруется до чего-то. Есть предложение от него. Может, это от супруга, условно говоря. Предложение. Запишите, пожалуйста, эфир про теоретический материал для изучения. Вкратце, Гегель, Маркс, Энгельс, Ленин. Для понимания, что откуда берется, дополняется. В разных видах вы касаетесь этой темы. Большое спасибо за все. И там опять пошли комплименты, комплименты. Слушайте, ну я небольшой специалист, прямо скажем, во всем теоретическом наследии, там, тех людей, которых перечислил. У нас есть гораздо более сведущие люди, тот же Славин, кстати, Борис Фёдорович. Вот, к сожалению, он просто уже человек пожилой, вряд ли он может. Ну, вот тот же Гусев. Но надо, надо посмотреть. Вообще, я согласен с тем, что, слушайте, вот как бы худо-бедно, но, условно говоря, мы когда учились в советских вузах, и нам, если нам повезло, преподавали хорошие преподаватели ИСТМАТ и ИДИАМАТа, истории КПСС и так далее, они в нас вкладывали, ну, так сказать, нужные вещи и обучали нас так, как надо, понимаете. И вот так вот чёхом говорить, а вот изучали, мы там историю КПСС, а что ей изучать. Я считаю, что вот то, что я читал с карандашом в руках, в прямом смысле, десятки ленинских статей сам конспектировал, их понимал и так далее, это меня только обогатило, понимаете, в том числе и в познании истории, в том числе и в понимании ныне происходящих процессов и так далее. Классик он, как говорится, и в Африке классик. Хорошо. Берите сейчас многие работы Ленина, Сталина и так далее, и вы увидите, насколько они, вот читаешь и думаешь, боже мой, так он пишет про теперешний день, понимаете. Спасибо, Евгений Юрьевич. Наше время подошло к концу. Напоминаю, у нас в эфире был историк, советник ректора МПГУ Евгений Юрьевич Спицын. До свидания.